Ребят, ну это же прекрасно, что она лежит в больнице. Это же прекрасно, что удалось её уговорить. Но я всё равно не пойму, почему столько времени волонтёры не интересовались бабой Ани. И как они тогда могли доверить её Мансуру? Объясните мне кто-нибудь. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале «Волонтёры доверия». И это канал, который сейчас вещает про бабу Аню. И сейчас они опекают её, занимаются её здоровьем. И это спустя год, наверное, после того, как они её передали Мансуру. Да, именно передали, потому что с их слов они договорились. Всё у них было по договорённости. И они якобы узнавали, что, ну, он неплохой человек. И, по сути, ничего страшного не может произойти. И они прекрасно знали, что он блогер. Что он будет её снимать и в то же время помогать. Ну, а сейчас подняли бучу, и девочки-волонтёры решили вспомнить, что нужно узнать, как дела у бабы Ани. Я, ребят, всё равно вот никак не могу понять. Столько времени, да, он её снимал, он ходил, печку топил, он там кормил её, ходил, да. И как вот за всё это время, ну, почему они не приезжали, ничего не узнавали, никак у неё дела. Не узнавали о том, что щенки там были, да, что холодно, что она мёрзнет, что ей всё болит. Ну, вот как так, ребят? Вот как так? Столько времени. Ведь они всё-таки много для неё сделали. Много сделали. Мы с вами видели из первого видеоролика, что им удалось тогда её госпитализировать. Им удалось сейчас её уговорить. Удалось, ребят. Уговорами, ласками, не ласками. Удалось. У Мансуры бы это никогда не получилось. И я уверена в этом. Даже если бы он, капец, как хотел госпитализировать, у него бы не получилось. Ну, каждый может думать, по какой причине, что ему она нужна для съёмок, контент. Кто-то может подумать, ну, и по-другому то, что, знаете, что он не сможет, он молодой пацан. Ну, по сути, мне по голосу, хоть я Елену так, знаете, и не видела, тоже показалось, что она не пожилая женщина, да, тоже голос молодой. И ей удалось договориться и уговорить её поехать в больницу. И вот мне, ребят, не понять, почему так? Почему столько времени ничего не узнавать? Вот, по сути, волонтёры же помощь людям, помогают людям. И опять же, если взять, да, что вот Мансур не со своего кармана помогает. Ну, ребят, волонтёры и фонды тоже не со своего кармана помогают. Я очень много лет была в волонтёрстве, хотя помогала больше информационно. И волонтёры тоже ищут спонсоров, ищут людей, которые могут помочь материально, чтобы оказать помощь другим. Ребят, ну, это так, так. И опять же, да, вот, ну, Лена тоже её снимает. Тоже снимает, хотя в прошлом видеоролике был это как упрёк, что вот тебя Мансур снимает, показывает на весь мир. Всё это же самое сейчас делает Елена. Это же самое. Она сейчас тратит деньги, да, деньги, чтобы купить одежду, чтобы купить всё необходимое для больницы. Сейчас она тоже будет тратить деньги на собак, на стерилизацию, на передержки, на корм. Это тоже расход средств. И со своего кармана она тоже не будет платить. Она тоже будет обращаться к людям. Ребят, да. Да, и это так всегда. Поэтому, ну, знаете, обвинять, что вот он тебя показывал на весь мир. Ну, это тоже глупо. Это не то, что там заступаюсь. Это просто глупо. Потому что сама сейчас она делает всё то же самое. Может быть, кто-то сейчас подумает, что я прям не рада, что баба Аня в больнице. Нет, ребят, это прекрасно. Это прекрасно. Но почему всё это не случилось раньше? Этот вопрос всё равно будет стоять у меня в голове. Почему столько времени никто не проверял Мансура? Волонтёры давно знают бабу Аню. Очень давно. И почему они не приезжали, не узнавали, как у неё дела, как у неё здоровье? И опять же, хочется вернуться к теме внучки. Оказывается, вот как в видеоролике подтвердили даже сами медики, что неоднократно её отправляют в ЛТП на леченьги. То бишь, баба Аня и тоже так же она призналась, что она помогает, то есть отдаёт деньги. Та пусть и свою получает пенсию, но пьёт, видать, вдвойне, потом попадает на леченьги. Ну, конечно, баба Аня об этом не знает, потому что она, по сути, ни Лену не помнит, не помнит она уже и Мансура. Она, видите, не помнит то, что недавно было, то, что происходило вот в ближайшее какое-то время, там, ну, может быть, даже в течение полгода, в течение года. Что-то раньше своих родственников, родных, она всё это дело помнит. Ну, и, может быть, какие-то яркие моменты она тоже помнит. Такое, ребят, бывает. И это вполне нормально. И у пожилых людей такое зачастую. И поэтому вот даже тут взять, да, сказать, что, о, он там вообще, там, издевался, измывался, там. Ребят, она отдавала свою пенсию, а он её кормил. Он ходил, кормил, топил печку. И сказать, что он ничего не делал, ну, тут просто-напросто невозможно. Ходил, кормил каждый, не каждый день. Но если вот так вот рассуждать, да, что она отдавала пенсию, и как она тогда жила? А девочки подтвердили, что и собаки не худые. То есть и собаки ели, и баба Аня ела. И, ну, да, возможно, он что-то не всё снимал. Где-то снимал, где-то не снимал. Он, может, искал какие-то прикольные, яркие моменты. Потому что, ну, со стрима видно, что, ну, думает он, слушайте, правда, как ребёнок Мансур. И размышляет, как ребёнок. И, по сути, он, может быть, искал какие-то моменты. Может быть, и трэша, и искал какую-то глупость, чтобы снять. А то, что действительно нужно снимать, возможно, и не снимал. Ну, вот я делаю какие-то такие свои выводы и свои наблюдения. Поэтому, ну, тут тоже, что если бы тогда не было его, тогда что было бы? Но раз девочки передали волонтёры Мансуру, они должны были следить и держать на контроле эту ситуацию. А так, ну, я не могу понять, почему так вот произошло. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. А я желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну, и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok